Добро пожаловать на канал Паяльник ТВ. И прежде чем перейти к обзору, я хочу сделать небольшое грустное отступление. Как вы все знаете, коронавирус нагнул весь мир, успешно шатает мировую экономику, и несмотря на разработанные вакцины, ежедневно продолжают гибнуть люди. Появился коронавирус, как вы знаете, в Китае. Первоначальное широкое распространение получил также в Китае, и абсолютное большинство наших спонсоров также находится в Китае. И с развитием пандемии коронавируса мы потеряли связь почти со всеми нашими спонсорами. Следствие ли это экономического кризиса, или же менеджер, с которым мы непосредственно поддерживали связь, стал жертвой коронавируса, мы не знаем. Тем не менее, мы продолжаем работу с теми спонсорами, что еще остались. Вы наверняка заметили, что у нас часто стали появляться обзоры от одних и тех же спонсоров. Причину я описал ранее. И сегодня у нас снова обзор для GVDA и снова мультиметр. Вы наверняка помните мультиметр JD128 из одного из предыдущих обзоров. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Фишкой этого мультиметра является отсутствие галетного переключателя режимов измерения. Режимы измерения переключаются одной кнопкой. По округу, и если перескочил нужный режим, либо если понадобится режим, что стоит до текущего режима, переключая по округу, снова, пока не дойдешь до нужного режима. И вот пишет мне наш китайский товарищ. У нас появилась обновленная модель. У нее меньше функционал, чем у модели 128, но все же это новинка. Казалось бы, обзоров мультиметров на нашем канале было много. Да и мультиметры друг от друга отличаются незначительно. В основном внешним видом, реже разрядностью дисплея и точностью измерения. И если бы это был простой мультиметр с галетным переключателем, то я и рассматривать бы его не стал. Но это снова безгалетник, да еще местами улучшенный, а местами и ухудшенный. Но об этом позже. Я взглянул на фото этого мультиметра, и первое, что бросилось в глаза, это кнопки переключения режимов. Две кнопки. То есть теперь режим можно переключать в обоих направлениях. Это то, чего не хватало в модели 128. И я решил, что этот мультиметр однозначно достоин обзора. Первое впечатление. Модель 119 намного приятнее модели 128. Во-первых, мультиметр компактный, пусть и чуть толще 128 модели. Во-вторых, все находится на лицевой стороне. У 128 модели кнопки включения находятся сверху. Еще пара служебных кнопок находятся по бокам. А разъемы для щупов вообще снизу. При этом на лицевой стороне много свободного места. У 119 модели все на лицевой стороне. Как и у всех нормальных мультиметров. Ну и в-третьих, тут даже фонарик лучше. Что осталось без изменений? Ну, в первую очередь дисплей. Дисплей инвертирован, требует постоянного включения подсветки. Интересно вот что. На коробке изображены две модели мультиметров. Модель 119А с обыкновенным неинвертированным монохромным дисплеем. Модель 119Б с инвертированным монохромным дисплеем. Но в магазине GVDA модели с неинвертированным дисплеем нет. Зато точно такой же мультиметр под другим наименованием есть и у других продавцов на Али. И вот у них есть мультиметры с неинвертированным дисплеем. Конечно, постоянная подсветка дисплея требует больше питания. В данном случае используются 4 батарейки типа размера 3А. Без изменений осталась также индикация гнезд. А также автоматический выбор режима измерения силы тока, когда щуп вставлен в разъем измерения силы тока. Из дополнительных функций в этом мультиметре есть только функция Hold. Нет функции отслеживания максимального минимального значения. Нет ручного выбора диапазона измерений. Нет относительного измерения. Но не только тут уменьшили функционал. У модели 119 разрядность дисплея 6000 отсчетов, как и у модели 108. В то время как у модели 128 – 10000. Что это значит? Например, модель 128 будет измерять напряжение с шагом в 0,001 до 10 В, а модель 119 только до 6. На самом деле в этом ничего плохого нет. Просто раньше будут переполняться младшие разряды дисплея. И раньше будут переключаться диапазоны измерения. Наш любимый ДТ-830 вообще 2000 отсчетов имеет. И ничего до сих пор пулиться спросом. Предлагаю пробежаться по режимам измерения. Напряжение постоянного тока. Минимальный шаг измерения – 0,1 мВ в самом низком диапазоне измерения до 600 мВ. А в самом высоком диапазоне до 600 В шаг составляет 0,1 В. Так же как у модели 108. А вот модель 128 имеет шаг измерения в 10 раз ниже. А все из-за расширенной разрядности дисплея и отдельного режима измерения. Точность измерения – плюс-минус полпроцента, плюс три младших разряда. Такая точность заявлена, кстати, у всех мультиметров JVDA. Кстати, в инструкции, по всей видимости, они опечатались. Напряжение переменного тока. Минимальный шаг измерения – 1 мВ в диапазоне до 6 В. Уступает модели 108 в 10 раз, а модели 128 – аж в 100 раз. А в моей практике я не припомню случаев, когда мне необходимо было измерять напряжение переменного тока в мВ и микровольтах. Именно переменного тока. Я не могу понять из своего опыта, насколько важно измерение таких малых значений напряжения. Но этот факт мы запомним. Точность заявленная – плюс-минус 0,8% плюс три младших разряда. И это снова точно такая же точность, как и заявленная у других мультиметров JVDA. Сила тока. Первым делом стоит отметить, что у данного мультиметра одно гнездо для измерения силы тока с пределом 10 А. И отсутствует отдельный режим для токов диапазона микроампер. Справедливости ради, стоит отметить, что у модели 128 тоже отсутствует диапазон микроампер. Но вход для диапазона миллиампер отдельный со своим предохранителем. Шаг измерения у модели 119 равен 0,1 мА или 100 мА. У модели 128 – 1 мА, а у модели 108 – 0,1 мА. При этом по точности модель 119 равна модели 108, 1,2% плюс три младших разряда. И слегка уступает модели 128, у которой 0,8% плюс три младших разряда. Видимо, это главное упрощение данного мультиметра. Сопротивление. Тут вообще без сюрпризов. Диапазоны и их разрешение стандартные для большинства мультиметров. Точность 1% плюс пять младших разряда. До 6 МО и 2% плюс 10 разрядов выше 6 МО. Модель 108, кстати, имеет точность выше 1% плюс три младших разряда. Кстати, скорость измерения сопротивления не зависит от величины сопротивления. И составляет примерно одну секунду. В то время как у модели 108, чем ниже сопротивление, тем больше времени занимает измерение. 10 Ом измеряется около трех секунд. И, видимо, в этом причина большей точности модели 108. Прозвонка в меру шустрая. Проверка диодов работает, как и задумано. Я встречал такой мультиметр, который умел проверять обыкновенные диоды, но не мог проверять цветы диоды с напряжением падения свыше двух вольт. А все потому, что сам мультиметр питался от двух пальчиковых батареек в сумме 3 вольта. Этот мультиметр питается от четырех батареек, поэтому никаких проблем с проверкой светодиодов нет. Измерение емкости. Минимальная емкость, что я смог измерить этим мультиметром, 47 пикофарад. Интересно, что модель 128 сдалась уже на 100 пикофарад. Мультиметр начал очень сильно привирать и, причем, занижать измеренное значение. Модель 108 без проблем измерила емкость конденсатора, на котором было указано 6 пикофарад. Максимальная емкость, которая мне доводилась измерять, около 2000 микрофарад, то есть 2 милифарада. При этом разряды с мультиметра позволяют измерять емкость до 60 милифарад или 60 тысяч микрофарад. Мне с такими емкостями работать не доводилось и проверить максимальный диапазон мне попросту не на чем. Точность всех этих мультиметров невысока. Плюс-минус 4 процента плюс 5 младших разрядов. Измерение частоты скважности, а также измерение температуры при помощи термопара я хотел бы оставить без внимания. Тут ничего нового не внедрили, но ничего и не ухудшили. Частота измеряется до 10 МГц в точность 1%. При измерении переменного напряжения и тока частота тоже измеряется, но неизвестно в каком диапазоне. Диапазон входного напряжения в режиме частотомера также не указан, но есть защита на 250 В, поэтому не лезьте мультиметром в режиме частотомера в розетку 220 В. Подведем итоги. В целом прибор оставляет положительные впечатления. Он компактный, удобный в управлении, все что нужно вынесено на лицевую панель. Им можно пользоваться даже не извлекая его из чехла. Кроме отсутствующих дополнительных и совсем необязательных функций, упрощение коснулись и основных режимов измерения. Особенно измерение силы тока малых величин. Как бытовой мультиметр этот прибор отличный. Я бы сказал, что этот прибор для электрика, потому что электрики не работают с микроамперами и милливольтами. К тому же прибор имеет функцию поиска скрытой проводки и функцию поиска фазы. Если же вам нужна повышенная точность, то присмотритесь к классическим мультиметрам, у которых выделены отдельные режимы для микроампер и миллиампер и выделено отдельное гнездо для щупов под эти режимы. Если сравнить модели 119 и 128, то обновленная модель 119 мне нравится больше, просто потому что эргономика удобная. Наконец-то удобное управление. Если вам понравился этот прибор, то найти его вы сможете по ссылке в описании. А если вы хотите такой мультиметр без инвертированного дисплея, то ищите его на Али по внешнему виду самостоятельно. Прямые ссылки я вам дать, к сожалению, не могу. А на этом все. До новых встреч на канале Паяльник ТВ.